В Подмосковье началась всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет в 30 муниципальных образованиях региона. Акция продолжится в марте и апреле и охватит все городские округа Московской области. Ее организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Родители смогут лично увидеть, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как распечатывают и сканируют экзаменационные работы. Принять участие также могут руководители ведомств и представители администрации. Социологи создали матрицу ожиданий современного депутата. Основные его качества – выполняет обещания, работоспособен, дисциплинирован, отстаивает государственные интересы, готов в случае необходимости принимать непопулярные меры, честен, а самое главное – его работа приносит результат. Помимо этого, современный депутат открыт и доступен для населения, а также предоставляет полную отчетность о своей депутатской деятельности перед избирателями в соответствии со статьей 30 регламента Совета депутатов городского округа Егорьевск. Об этом и пойдет речь в нашем сюжете. Внимание на экран! Уважаемые земляки! Представляю вам отчет о своей работе в качестве депутата Совета депутатов городского округа Егорьевск по избирательному округу номер 10. Хочу напомнить, что в мой избирательный округ входят следующие территории. Первый микрорайон – дома номер 36, 39, 45. Шестой микрорайон – дома номер 9, 10, 20, 20А, 21, 22, 22А. Четная сторона – улицы Горького – дома номер 6А, 8А, 10А. Улица Кирпичная – дома номер 2, 2Б, 2В, 2Г и номер с 4 по 54. Нечетная сторона – улица Маяковского с номера 1 до номера 53А. Четная сторона – улица Маяковского с домов номер 2-50 и номер 50А. И нечетная сторона – улица Хлебникова – дома с 3 по 73 и дом номер 32. Прошедший 2020 год был для нас прежде всего годом 75-летия Великой Победы. Несмотря на режим противоэпидемических ограничений, мы смогли сделать этот год по-настоящему праздничным. Совместно с жителями, волонтерами, коллегами по Совету депутатов мы провели множество мероприятий, посвященных Дню Победы. Таких как приведение в порядок памятников, мемориалов, мероприятия «Поющий двор», «Бессмертный полк», «Звонок ветерану» и другие. Считаю своим самым большим достижением по этой теме в 2020 году решение вопроса с ремонтом памятников на Аллее Героев Советского Союза. Об аварийном состоянии этого мемориала сообщил в своем заявлении родственник одного из героев. К сожалению, к Дню Победы нам не удалось закончить ремонт, но тем не менее положительный результат достигнут. Совместно с волонтерами и членами молодежного парламента я неоднократно поздравлял с государственными праздниками ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории избирательного округа номер 10. Вместе с депутатом Павлом Валентиновичем Фокином и волонтерами молодой гвардии «Единой России» мы оказали адресную помощь одному из ветеранов, убрали его придумовую территорию по заявке поступившей в волонтерский штаб. Существует постоянный обзвон ветеранов, особенно войны, и какие-то проблемы, которые у них есть, они в этот волонтерский штаб передают. Волонтерский штаб, соответственно, передает совет депутатов, передает молодой гвардии. По необходимости формируется какое-то ответное действие, какие-то происходят. Либо вот приходят ребята, убираются, либо продукты приносят, либо лекарства приносят. Вместе с депутатом Александром Ивановичем Плотниковым мы поздравили труженицу тыла, проживающую на территории его избирательного округа. Также я принял участие в диктанте победы. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге народа и государства считаю своим приоритетом в работе с населением. Именно поэтому я инициировал создание телевизионных сюжетов о параде победы 2020 года, о ветеранах и тружениках тыла, о включении общероссийского телеканала «Победа» в состав пакетов кабельного ТВ. Пандемия к коронавирусу существенно повлияла на все стороны жизни нашего городского округа, и поэтому все свои мероприятия я провожу со строгим соблюдением мер безопасности. Кратко остановлюсь на работе Совета депутатов городского округа Егорьевск в 2020 году. Проведено 11 плановых пленарных заседаний Совета. На них рассмотрено более 150 вопросов. Я принимал участие в общественных слушаниях, административных часах, семинарах, заседаниях фракции, проводил выездные приемы населения. Эти приемы в основном были посвящены таким темам, как вопросы малого и среднего бизнеса, детско-юношеский, молодежный спорт, физическая культура для жителей старшего возраста, создание комфортной среды для проживания. Я вхожу в состав постоянной депутатской комиссии по экономике, предпринимательству, инвестиционной политики, строительству, связи и информатизации, которую возглавляет депутат Тарасов Андрей Викторович. Я избран его заместителем. Как вот вы относитесь к идее, что нужно вернуть здесь проезд сквозной, хотя бы в одностороннем порядке, и организовать парковки для автомобилей посетителей вашего магазина? Ну вообще, конечно, сложилась ситуация и с экономической. Нам вообще и покупатели тоже у нас жалуются. То есть мы опрашивали покупателей некоторых и проводили, как скажем, опрос. Мы в период с 30 декабря по сегодняшний день провели несколько выездных приемов предпринимателей по вопросу возобновления дорожного движения вдоль сквера 60 лет Победы. У нас были уже устные обращения, и в этом году в администрацию они поступали. Мы решили лично на место выйти, посмотреть, как дела, и заодно пообщаться с предпринимателями в двустороннем формате. Вот получили три письменных обращения и два устных. Все предприниматели просят решить две больших проблемы. Первая — это вернуть сквозной проезд хотя бы в одностороннем режиме вдоль фасадов магазинов, находящихся во втором микрорайоне, по краю сквера 60 лет Победы. И второе — это решить вопрос с сезонной ярмаркой, которая в этом году стояла на этом проезде и полностью перекрыла подвоз товаров. После снегопадов даже прохожим стало трудно там пройти. И поэтому предложение такое, чтобы в следующем году и в последующих годах, если будет принято решение оставить ярмарку во втором микрорайоне, то проводить ее на пешеходной зоне в парке «60 лет Победы». По профилю деятельности комиссии я направлял обращения в Совет депутатов городского округа Егоревск, главе администрации, депутату Московской областной думы, министрам правительства Московской области, депутату Государственной думы Российской Федерации, в Торгово-промышленную палату и другие органы управления и власти. Безусловным приоритетом депутатской деятельности было и остается исполнение наказов избирателей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. С одной стороны, почти половина наказов, поступивших в ходе выбранной кампании 2018 года, исполнена. С другой стороны, оставшиеся наказы требуют серьезного финансирования и больших затрат рабочего времени. Это касается, в первую очередь, благоустройства дворов и подъездных дорог в 6 микрорайоне. Приведение в порядок дворов и придомовых территорий – это наиболее частый вопрос, встречающийся в наказах как местных депутатов, так и депутатов Московской областной думы. Пример отлично реализованного наказа по благоустройству придомовой территории мы можем видеть на улице Кирпичной в районе домов 2, 2Б, 2В, 2Г. Этот пример показывает способность муниципальных организаций решать такие задачи. В плане работы на 2021 год на сегодняшний день подтверждено выделение средств на благоустройство дома 10 6 микрорайона с установкой детской игровой площадки, а также на комплексный ремонт ротуаров на улице Хлебниково от улицы Горького до улицы Антипова. Вопрос благоустройства двора домов номер 20 и 27 в 6 микрорайоне в настоящее время находится на рассмотрении рабочей группы администрации. Отмечу такую новую форму работы по этой теме, как инициативное бюджетирование. Пример достижения реального результата по получению дополнительных бюджетных средств показал председатель нашей комиссии депутат Андрей Викторович Тарасов. Эта площадка в 4 микрорайоне была построена по программе инициативное бюджетирование. Областная программа такая есть, в которой приняли участие жители вот этих домов, которые здесь находятся. Они собрали деньги, порядка 2% от стоимости этой площадки. Стоимость этой площадки порядка 1 миллиона, но она еще не доделана. Здесь еще не стоят игровые формы. Они их сначала поставили, кто делал подрядчик, но мы им были недовольны, и поэтому убрали следующий весной, который будет поставить эти формы. Мы уже утвердили их, и площадка будет открыта для детей. Поддержанный им проект инициативного бюджетирования позволил получить дополнительную детскую площадку для жителей 3 микрорайона. Сейчас совместно с руководством 4 школы мы продвигаем проект инициативного бюджетирования по строительству комплексной спортивной площадки рядом с этой школой. Прошу жителей 1 микрорайона поддержать нас в этом проекте. С ноября 2020 года по решению фракции «Единой России» я в Совете депутатов отвечаю за реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Это отдельная, большая и больная тема, на которой я планирую сосредоточиться в 2021 году. На сегодняшний день мною направлены 4 депутатских запроса в органы власти и управления различных уровней по теме разделительного барьера на проспекте Ленина, который перекрыл развороты и въезды во дворы микрорайонов. Отдельно отмечу влияние пандемии коронавируса на работу депутатов всех уровней. Практически полностью мы перешли на удаленный режим в проведении собраний Совета депутатов, постоянных комиссий, общественных слушаний и приемов населения. Активно включились в поддержку волонтерского движения и работу волонтерского штаба. Я раздавал средства санитарной защиты, развозил волонтеров, медикаменты и продукты питания. Не раз обращался в эфире телеканала ТВ «Мост» с напоминаниями о соблюдении мер санитарной безопасности. Уважаемые жители Егоревска, конечно, ограничения никому никогда не нравились, но в данном случае угроза коронавирусной инфекции настолько серьезная, что нам нужно сознательно и примерно отнестись к этим ограничениям. Недаром они называются самоограничения. Маска, перчатки, социальная дистанция, санитайзеры просто спасут ваше здоровье и жизнь. Для того, чтобы ваша жизнь не осложнялась от этих ограничений, мы открываем волонтерские штабы. Вы увидите телефон горячей линии волонтерского штаба городского округа Егоревск в бегущей строке. Берегите себя и своих близких, берегите здоровье. Одним из первых привился вакцинный спутник ВИ. В 2020 году вместе с другими депутатами я неоднократно принимал участие в контрольных мероприятиях по реализации государственных программ и национальных проектов. Наша комиссия контролировала ход строительства нового здания Медицинского колледжа, а также детского сада номер 17. Участвовал в совместных рейдах на светофорные объекты, детские площадки, строительство и ремонт дорог. Оказывал адресную помощь детско-юношеским спортивным организациям. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо генеральному директору ООО «Телемост», депутату городского округа Егоревск Силским Дмитрию Анатольевичу за оказыванную помощь в приобретении спортивного унитаря, спортивной экипировки. Он, как бывший спортсмен, который тоже занимался восточными недоборствами, прекрасно понимает, что имея хорошую экипировку, хороший зал, хорошее оборудование, можно воспитать достаточно профессионального бойца, который будет показывать высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Огромное спасибо ему за это. Учреждениям культуры и образования, Совету ветеранов, другим общественным объединениям и отдельным гражданам. При этом делал упор на привлечение к этим темам представителей общественных и молодежных организаций, а также на широкое информирование посредством социальных сетей и телесюжетов. В этом вопросе отмечаю огромную работу, которую проводит журналистский коллектив телеканала ТВ-Мост. Это мои постоянные спутники на всех значимых мероприятиях. Приглашаю вас подписаться на страницы в социальной сети ВКонтакте, как мою депутатскую, так и телеканала ТВ-Мост, чтобы получать свежие интересные материалы из первых рук. Это хорошая возможность для дискуссии, для обмена мнениями и ответа на вопросы. Уважаемые земляки, в заключении своего отчета хочу напомнить вам о предстоящих выборах в Московскую областную думу и Государственную думу Российской Федерации, которые состоятся в сентябре этого года. Выборы – это важнейший механизм народовластия. Призываю вас обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать. Именно так вы определите свое будущее. Желаю вам здоровья, удачи, сил, терпения для того, чтобы реализовать все задуманное во благо нашего родного города и всего Подмосковья. В эту субботу в 20.00 на телеканале ТВ-Мост выпуск от первого лица. Гостем программы Ольги Бирюковой стал Михаил Лавров. Ну а после в 20.40 спортивная программа «Пульс». Мы побывали на первом туре открытого первенства по лыжным гонкам памяти супругов Емельяновых. А также сюжет о воспитанниках секции рукопашного боя спортивной школы «Виктория». Будет интересно, не пропустите. Ну а прямо сейчас, после нашей программы, новый социальный проект про дороги. О проблемах дорожного движения в нашем городском округе. На этом у меня все. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ-Мост. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok